Слава Украине, друзья! Добрый ранок! Добрый ранок всем украинцам! Хотел бы пару слов сказать про Тернополь, в которой намечается встреча с терноплянами, намечается встреча в Тернополе с 8 прихильниками Ивана Бубенчика. Это будет 21 числа. 21 числа в Умане уже встреча произошла. Это такая процедура, я извиняюсь за это постоянно, я не знаю, что с этим телефоном делать. Значит, произошла встреча в Умане. Это такая собирая процедура, чтобы вы понимали, что тут ничего нет. Тяп-ляп, делается, что попало. Проходит сейчас процедура народовлады. Проходит процедура не единою люди, яка кричит про народовлады, а именно присутностью граждан, которые решают и подготовят решения на сегодняшний день до другого конгресса. И в Умане прошла встреча именно прихильников конгрессу единого кандидата не Верховной Ради, не Порошенко, сразу попереду, а Конгрессу единого кандидата от Конгресса Ивана Бубенчика и Украинской народной армии, а не армии партии регионов. Значит, произошла встреча и было принято решение по Умане, что Конгресс должен взять владу за брату этих покидьков и передать ее народу. Правильно по Конституции, как оно должно быть в правовом поле. Доброго ранка, доброго дня всем. Дуже рады вас бачить, что все на связи, никто не падает духом, все понимают ситуацию в государстве и не собираются сдаваться, продавать ее. И там, где-то забывать о этом всем негативе и расслабляться в лейне дальше, в тепленьком. Поэтому, правда, как бы не была она, гирка или солодка, пока гирка, но скоро станет солодка. А для меня правда постоянно солодка. Это для кого я. Смотрите, в Умане сталася подія, визначение народу на территориях первого региона, ой, другого центрального региона Украинской народной армии. Прихильников Ивана Бубенщика произошло. Люди решили так, что нужно отдать на конвес такую заявку, что владу нужно отдать, забрать и отдать народу по Конституции, как оно должно быть. Хочу попередить сразу. Это не одна человек. Это не Рустам Ташбаев, не Иван Бубенщик, не Заболотний Юрий Тамкий, или еще кто-то, или не Яков Осташ, или Никола Запевалов, или Довбуш. Это люди, украинцы, которые не байдужи, украинцы, которым не платили деньги, чтобы они приезжали на Уман, никто им не рассказывал, там, какие-то байки. Люди, известные украинские граждане пришли и приняли такое решение, чтобы передали его на Конгресс. На Конгрессе воно має розглядатися не как пропозиция одного человека, либо так вот решили кто-то там что-то сказать. Это уже есть громада, которая на территориях 2-го центрального региона, который формуется и знает все, что он формуется, так решили. И так, всю неделю будет Тернополь. Это уже на территориях в Украине у нас 1-го легиону Захид. Будет встреча с Иваном Бубенчиком и прихильниками Ивана Бубенчика, а также легионерами и конгрессменами и взагалом. Это я скажу для того, для свидетельства, чтобы Бог свидетельствовал, потому что я это сказал, это посталось, кто-то видел, перепощал, кто-то рассказывал кому-то, что эта подія реально будет в Тернополе в эту неделю. Это будет встреча, будут собираться, извините, а ну-ка, прекратил и отъехал, извините, друзья, это просто мои дети немного не понимают. Смотрите, ситуация такая, что эта подія будет так же принимать решение, чтобы подавать это решение на Конгресс, что людям нужно. Иван Бубенчик, единственный кандидат, он не написал себе программу и считал, что такая идея, как Добкин или еще кто-то сидел и занимался херней на экране. Это человек, который выбрал народ, он практически ничего не решает. На сегодняшний день решает народ, потому что это народовладие. И если человек взял на себя тягарь, как Иван Бубенчик, слава Богу, дай ему больше силы, мудрости и розума. Но решать будет украинское общество и народ. И это очень хорошо, это и есть процедура народовладия. Поэтому в Тернополе также будет подавать заявления и решения, как люди считают самая большая проблема в Украине, и что самое нужно сделать на рассмотрение Конгресса, Другого Конгресса. Поэтому, чтобы никто просто не сказал, что я не знал, я не видел, это сказали и после Первого Конгресса, это не влияет на ситуацию. У нас нет времени для того, чтобы заниматься поясненными работами с теми, кому, по сути, в конце концов, это и нахрен не нужно. Мы не будем заниматься дурным. Тому механизм народовладия и процедура, а именно народная влада, рушится и идет. В Тернополе. Потом будет Третий Легион Дніпро встречать на своих терринах и прихильники Конгресса и единого кандидата Ивана Бубенчика. Потом Далее Одесса, Харьков. И это все есть процедура, есть свидетельство того, фотофіксація, відеофіксація перед обществом. Не перед толстым жирным судьей свиньей, свиньей какой-то, а ну да, бачу, тут есть подписчик. Нет. Это уже перед обществом, благодаря Фейсбуку, благодаря нашим соцмережам, которые мы имеем на сегодняшний день правдивыми, а не захопленными ЗМИ. Мы фиксируем відеофіксации, все сборы, все проводится. И подается на, відверто, прозоро на Другий Конгресс. Если Конгресс постановит решение, мы должны все его выполнять. Как украинская народная армия, как народ, мы рушим и выполним. Конгресс может постановить много решений, которые народ уже подает и решит. Нам, может, не нужны эти выборы. Ну, что нужно? Это уже будет решить Конгресс. Мы понимаем, что мы идем покроково, ревно, так, для того, чтобы не дать до себя каких-то преткновений, чтобы нас не каких-то покус, что мы не террористы, что Кремль там намагается постаново навязать еще самого Майдана. Что мы какие-то организации, группирование. Сейчас он убил Азарова с Януковичем, взял голову Порошенко и говорит через него. Все то же самое, тот же бруд. И они уже устали сказать. Что я хочу сказать. На Конгрессе я очень хотел бы видеть, что мы будем делать все для того, чтобы Михаил Саакашвили на сегодняшний день, тем, когда он появился в украинский народ, в украинское общество, если он делает анализ на сегодняшний день, что это все барыги, что это все маячня с ними, вести какие-то диалоги и тому подобное, он должен понять, что он должен быть на Конгрессе. Первый раз его не было, это понятно, что Михаила Саакашвили не было, так как, ну, это понятно. Может, не очень он считался бы, ну, Конгресс, может, еще там где-то проводились какие-то сборы, но когда уже начинает набирать обороты в Конгресс, когда идут встречи, когда идет народная процедура встречи с человеком, который не плачет автобусы, чтобы приезжал, а действительно народ Украины сам за свои деньги собирает все и рушит этот народный рух, то я считаю, что Михаил Саакашвили должен быть обязательно на Конгрессе. Если Михаила Саакашвили просто не будет, ну, это будет немного, как бы, ну, не понятно для украинского общества, в чем уж тогда речь. Я верю, что он будет, я верю, что он должен быть обязательно, и все те, кто был до этого, может, и Соболев, и Семен Семенченко, и все, кто вообще поблизости народу находится, они должны быть на Конгрессе для того, чтобы решать дальнейшую долю Украины. Но мы не ставим ставки сегодня на каких-то людей. Само я вам хочу сказать, украинское общество, одну речь. Я могу ставить ставку только на Бога и на украинский народ. Как говорят, Бог и Украина. Для сектантов это просто слова, гасла сказочные, для меня это реально. Я понимаю, откуда они взялись. Есть Бог, есть Украина. Есть мой брат, который меня родил, который встречать будет. И есть моя родина, с которой я рушу шляхом, не легким, тяжким, но рушу. Поэтому, по-перше, Михаил Сакашвили – это человек, Иван Малько – это человек, Семен Семен Семенченко – это человек. Но те, кто в вязнице, те, кто стоял на коленах, те, кто страдал, и Михаил Сакашвили знает, как это сидит в тюрьме уже. За такой короткий термин он пробовал этот кремлевский удар на себе тут. И есть много-много людей, которые действительно имеют право решать долю. И именно мы сегодня, этими встречами, как Тернополь, Умань, Днепро и далее, решаем долю Украины. Нам никто не скажет, что это сказал там кто-то один, и его как-то там звали. Ну, а кто это такие? У нас много таких. Вот, помните, ВИЧа с Михаилом Сакашвили. Мне кто-то скажет, вот я вважаю, я вважаю. Я говорю, дружи, подивись на ці тысячи голов, які йдуть, украинских. Подивись на них. Как ты вважаешь, что в каждой цей голове, той может быть профессором, той педагогом, той может быть спортсменом, той может быть військовым, досвідченным. Тут много интеллекту, и очень низко, когда ты вважаешь, что ты маешь маніпулювать, или влиять на этот, по-твоему, натовп, или народ, кто это. Это очень низко в очах, во-первых, Батти, и вообще в целом общества. Поэтому, для того, чтобы тебя слышали, видели, нужно объединяться не на таких вещах, извините меня, но я просто маю это сказать. Это маячня, все. Я просто не хотел, как бы, ранее про это сказать, но я давал и натики, и зрозумение, что, когда конструктива нет на Майдане, ничего там делать. И устраивать эти табуреты, эти всякие, херню всю эту. Это все их херня. Вибачьте, но мы проходили в 2016, но там была совсем другая операция. И мы знаем, что просто это натхнение людей, используя людей, которые не знают, просто вот так головой об стену, это безглуздость. И потом вспоминать постоянно, как меня катали, смотрите, смотрите, это что, мазохизм, или что? Вы что, мазохисти, или что? И кто пропонует постоянно без конструктивную деятельность, а потом получает тот плит, который уже знал, что он его получит, и все же таки он его видит, и не знают, куда там отмазаться. То не я, то хата не моя. Это, ребята, это дурость, безглуздость, которую Бог свидетельствует этому украинскому суспільству, для того, чтобы наступного разу уже мати розумение, с кем мы маем справу. Слава Богу. Тому на сегодняшний день мы должны понять ситуацию. У нас есть конструктив, есть механизм, есть Конгресс, есть единый кандидат, есть Украинская народная армия. Это практически все, что нам нужно для того, чтобы развивать, не падать духом. Все, кто помогает, я очень благодарю женщине, которая помогает нам, и всем женщинам, и дедам, и кто по 200 гривен скидывает, и по 50 евро, и по 1000 гривен, и легионеры, которые членские взносы. Мы сами выпутываемся. Так, я понимаю, что мы думали, что Рустам Ташбаев скажет, что поедет к Макейну, они там соберутся на Раду, и там американскую, скажут, ну что, сколько вам, там, миллион долларов дать на каждый легион. Ну, это, конечно, было бы непогано, но мы понимаем, что мы сами в своей хате, и нам самим решать, ну, себе на городе, что нам делать, понимаете? Поэтому мы все гуртуемся, мы все працюем, и слава Богу, это то, когда появятся такие деньги у каждого из нас, мы никогда не притаем их до своих кишень, и когда будет сосед помирать с головой. Это уже есть конструктив, это есть механизм народа-влади, это показово, демонстративно, Божа структура, понимаете, строительства Украины. И это супер. Поэтому на сегодняшний день наши люди мают понимать, на Захиде, где находится на Западной Украине, на Захиде, они мают понимать, что в Тернополе в неделю, уже баннер цей крутится, будет встреч с Иваном Бубенчиком. Там будет командир, мае бути Довбуш, командир 1-го легиона, и там мае бути Иван Бубенчик. Потому что народ, когда скликает Иван Бубенчик, обовязково, это моя особистая думка, я вважаю, что вы все с мной согласитесь. Это процедурная встреча, и поэтому обовязково при всех обстоятельствах, которые бы не сложились, мае бути единый народный кандидат на этих сборах. И когда будет народ закликать единого кандидата еще, и будет это процедурно выходить, и понятно, что это народ, он мае появляться на каждую встречу, как бы там ни было. Это практически влада, народ, который решает, призывает, меняет, что хочет сделать, но все в руках громады украинского общества. Это она решает, кого ставить, кого снимать. И ничего, поверьте мне, плохого в том, что снимают того, кто не впорався, и ставят того, кто пропонует свою позицию, не мае. Это процедура прогресса. И мы маем постоянно так быть, попробовать себя, каждый пропоновать свои таланти, и выходить на строительство, на это поле. Поэтому не забываем про Тернополь, помнимо про Умань. Все решения по всех территориях Украины собираются и подаются на Конгресс. На Конгрессе должна быть достаточно рассматриваться та же программа. Я считаю, что так же и Конгресс будет и согласиться, и не согласиться. Это все есть общество. Я хочу вам сказать, друзья, очень важную вещь. Что каждый считает по-своему. Ну, считаю, каждый... Все мают приезжать на Конгресс. Ну, все, кто там заманется, еще что-то. Ну, вот мы с Рустамом разговаривали. Ну, Рустам так считает, я поддерживаю там все. Но моя думка, моя думка особистая, что у нас немного нет времени на такие, как бы, демонстративные съезды, понимаете? Ну, там кого завгодно. Это такая ситуация, когда вы сидите на Конгрессе, кто-то начинает кричать там «Сепари» или «Американцы продажи». Ну, там начинают просто войдосить, одного вывели, к примеру. Другой встает, третий. Другой начинает задавать глупые вопросы, акцентовать внимание на себя. Это называется такая диверсионная работа разными шляхами. Я вам просто расскажу, как спецслужбы работают. Потом начинают, я не понимаю, почему тут так. От поясните, я конгрессмен, даже он может быть конгрессменом. И сказать, я хочу узнать особистую думку. Все могут три раза, четыре раза пояснювать человеку, который, по сути, насрается на то, что они ему будут доповедать. Это является диверсионная деятельность, которая позволяет людей отводить внимание от принятия решений. И начинает вводить в край, то вправо, то влево, туди-сюди. Потом я не понимаю, поясните мне еще раз. И пошло, вот так я поехал. Таких людей, звісно, может быть очень много. Но моя особистая думка, чтобы вы знали, это когда все легионеры делегируют от своего легиону фаховцев в информационном просторе, ЗМИ, в финансовом просторе, которые занимают позиции и разом уже вымываются. Мы знаем, что это люди очень серьезные. Так само в экономическом, так само в силовых и взагалом во всех галузях, как рассматриваются легионы, мы должны вымывать этот жемчуг. Это люди, которые долучены до легионов, сами легионеры, которые легионеры пропонуют этих людей, берут ответственность за них, скажут, что эту человеку я знаю. Это именно таким образом процедурой мы можем собирать Конгресс. На каком будет конструктив, будут вопросы, будут исследованы люди, которые выбраны, во-первых, народом, народным процедурой, механизмом на делегатах, на Конгресс, которые могут вырешивать. Вы понимаете, Конгресс же, он же так же структура, которая должна вырешивать и принимать решения, понимаете? Но люди там отличаются от Верховной Ради тем, что там Ляшко, наркомани, проститутки, дети мажоров КГБ, Севдеповских времен, которые остались сейчас, и они не знают, что всем народам делать, что война, это... Поэтому именно Конгресс является решением этого вопроса, если он благословен Богом, если там есть народ, как написано, что народам говорит Бог, так, что саме есть, понятно для всего общества, что пульс у всех на одной руке, мы умиряем, понимаем ноту протестов и тому подобное. Мы видим, что действительно народ решает свою долю, и он отвечает за все, что ему нету кого пригничити, кричать, геть и щас, потому что именно народ решает свою долю. Поэтому, друзья, при всей повазе до вас, я бачу людей, которые действительно имеют право занимать в Украине посадки, таки, как ЗМИ, ланки информационных просторов Украины, я бачу людей в своем регионе також, которые в финансовой структуре мают легко, легко... Они отличаются очень сильно от, поверьте мне, недорозвинутих детей, мажоров, еще раз повторюсь, в Севдеповских временах СССРовских, там, где папа Порошенко крав, там, какие-то там прицепы, там еще что-то из всяких предприятий, и разводовывал, напичковывал своих детей, как там, я не знаю, каких-то там трутнёв, чтобы они росли, и потом давал им десь посади, просовывал. Багато разницы вообще, практически небо и земля. Люди досвечені, понимают, что такое бедность, что такое средность, что такое нормальное життя в Украине. Поэтому на сегодняшний день нам нужно ввести загалом, даст Бог, от средности, от бедности до нормального життя, чтобы люди могли спокойно чувствовать, чтобы они не шли за три тысячи на каких-то предплаченых митингов, потому что они понимали, что им в государстве все влаштовывают, что есть работа, и что именно они решают долю Украины по принципу Конгрессу, народовладе и своих делегатов. Поэтому давайте строить, давайте понимать, что не недооценивать себя, своих друзей, братьев, и привозносить в своем вот тут вот мысль, какого-то там толстого свинья, яка только чавка, я больше ничего не знаю, яка живет в маятках гектарных, яка вообще не понимает вообще вас, как вы живете, не привозносите это за какой-то там высокий разум, что это рабский менталитет. Если вы рабы, то вы сами мыслите так, вы по-любому будете думать, а кто же, если не они? Это рабский менталитет, потому что больше, по-большому, он смотрит только на кишени, сколько денег, денег много, значит, они хорошие, денег мало, значит, что это за пан. Это безглуздость, это рабская натура, яка так мыслит и в Украине не дает нам розвитку. Поэтому, по принципу Конгресса, мы должны решить сегодня долю Украины самих, первых народов, Умань, Тернополь, потом Дніпро, а дальше будем смотреть. Мы знаем так же, что мы приглашаем так же до наших легионов, еще раз вернусь, и хочу постоянно ставить на этом акцент. Мы приглашаем всех органов, которые работали, которые знают на этом, полковников, майоров, генералов, те, которые не раздали украинский народ, которым есть что сказать украинскому народу, не боюсь, которые не считают украинский народ за стадо, как считается, грубо говоря, структура. И именно таких мы приглашаем до развития и развития украинской народной армии вместе с нами. Мы не отказуемся от исследований офицеров, которые в разных галузях работают и в направлениях. И мы приглашаем всех до объединения с украинским обществом. И именно таким образом, таким механизмом, такой, как я говорю, операцией «Коктейль», знаете, мы сможем уникнуть кровопролиття, мы сможем вирішить и покинчить с олігархатом, провести арешты, когортки и не проливать кровь своих побратимов. И то направо, то налево не понимали кого и как. Тому всех офицеров, которые на сегодняшний день мают повагу и честь от народа и от своих подлегных, мы приглашаем также разбудить украинскую народную армию и не реагировать на злочинные наказы, которые будут выдаваться по типу, как «Пойди, посторожи мой огород», или «Иди туда, вон возьми, поставь тут людей», что ты, как этот дурачок, не понимаешь или что. Вот, ну, если вам личить, вам подходить таке руководство, которое на сегодняшний день украинским войском и вами, как воинам, охраняет и разрабатывает стратегии біля своего паркана от украинского общества, ну, значит, нам не по дороге. Если вам это не личить, если вы не есть приватной правоохранной структуры, а на самом деле приватная охранная фирма олигархата, которая просто носит полицию на шевронах и полиции, или нацгвардии, если вы не такие, то мы приглашаем вас до співпрасти. Приезжайте так же на встречи с Иваном Бубенчиком, з единым кандидатом від народу, доповнювати Конгресс. И я вважаю, что бажано без посереднего, как бы сказать, входячи в Конгресс уже как легионеры, как строители и объединяющие всех полезных моментов, именно в каких-то не было ланках или галузях, там финансово, информационно-силово, юридично-складово, судово-системы, прокуратура, когда вы уже есть при легионах, вас знают, то вас уже практически поважают и у вас будет слово на Конгрессе, действительно, что вы сможете сказать, вас могут послушать. Понимаете? А когда просто человек приехал, я хочу что-то сказать, но мне похрен, что то было все. Это уже плювок в Конгресс, и все это строительство, народженное Конгрессом, которое происходит. Это не конструктив. Это просто можно расценивать как диверсию, или просто человек хочет что-то сказать и поехать с собой, и дальше он не будет не строить эту Украину, ничего. Поэтому именно сегодня, по Божьему механизму, мы видим объединение людей, которые спонсуют финансами, помогают волонтерским, помогают своими знаниями, своими транспортом, засобами пересувания, своими домовками. Все взагалом, это объединяющий фактор, который работает и уже предупреждает тех людей, которые действительно имеют право сказать, которых можно слушать, потому что мы уже знаем, из них всех исследований, знаем, кто такой себе, Олег очень добрый, но он в той галузе не знает, но в плане мы знаем людей, вимиваем. Я думаю, что вы понимаете меня при всем моем таком простонародном обновлении, без всяких олигархических репов, красивых, прокремлевских поставленных, как там. Там мы вам обещаем, что сейчас это ганебно для Украины, мы общаемся вольно, в вольном доступе, и я Ивана поддерживаю очень сильно, Иван вообще не любит заседания, что кто-то отвечает, ну просто зали все так прокремлевские построены, что приходится, как в кинотеатре сидеть, и такие собрания проводить. Хотя хотелось бы сесть колом, выпить чаю, съесть что-то, и просто общаться так, как Ивану это нравится, просто общаться с людьми вот так вот, кто что каже, там просто. Тому, неважно сейчас, как и что мы сможем общаться, в Тернополе 21 будет встреча, давайте, мы вас ждем, знайте, что Украинская народная армия строится, все ваши допомоги не є марна, не не взвешивайте руки, не разочаровывайтеся, все иди, это наш шлях, и мы обязательно дойдем, мы строим, у нас достаточно интеллекта, достаточно сил, достаточно искра Божьей, которую он нам дает, для того, чтобы строить Украину, именно в Божьем Руси, чтобы не пренебрегали людей, не знущались из украинского общества, а знали, что Кремль то есть, там на болотах, Европа то есть, тут, а Украина есть центр. И самое главное, до Конгрессу, так само, что я хотел сказать, друзья, добавить, очень важно, очень важно, все диаспоры, кто живет в Италии, Испании, в Канаде, в Канаде, в целом. У всех галузей, которые предыдуется, они должны быть, это обязательно. Написано, Юрий, как вы считаете, батальоны Яроса вважают, подавляющие силы, опору УПА? Как вы оцениваете шансы перемоги Ивана Бенчика на выборах. Звичайно, я буду голосовать за него. Але чи не вважаете вы, что олігархат Порошенко не отдадут владу без кровопролиття, або через окупацию ЦВК? Ну, тут 100%. Я не хочу, чтобы вы просто понимали, по-перше, с приводу батальонов Яроша. Я понимаю, что для меня существует только Ярош. Все парни, которые не понимают ситуации, это для меня, звичайные украинцы, которые, я верю, что в них хватит, чтобы понять, где Украина, украинский войск, а где прокремлевский. По вчинкам, по поступкам, по свидетельствам и ознакам. На сегодняшний день прокуратура отдаёт патриотов. на них будет. Но он просто просто ставленник Кремля, и ничего ты не сделаешь. Это его работа. Он так, как бы... с повагой до Довбуша. Патриотичный. Украинскими силами, которым главный грошей, а не идеологией Украины. А с приводом того, что вы говорите, что вы будете голосовать, это уже, слава Богу, и так оно есть. Мы голосуем не парокремлевским способом бросая бюллетень. Это мы разигруем там. Вы понимаете все. И можно сказать это что это для того, чтобы нас никак не взвинувачивали. Голосуем мы, по-перше, своим пониманием, сердцем, и мы знаем, что мы делаем. И выбор Украина мы делаем, а не Севдепевская Украина, не прокремлевская Украина. Мы делаем этот выбор. Когда у нас генерал партии регионов Муженко в Москве учился, прилетел, в Наев спецпризначение с Россией, тут керуя Голубан, который убивал наших братьев, вырезал сердца им в ДНР со своей командой батальон Восток, инструктор, который учил сейчас в нацполиции, Амброськини, все сепаратисты, все взагалом заочолюют сегодня держаппарат. Кто с Горлевки, кто, вы подивите, это реально факт. Все сепаратисты сегодня при власти. То действительно мы можем утверждать, что это пророссийское пророссийское, есть люди, которые не понимают наши хлопцы, которые взяли, они за ручники ситуации, дети боятся, чтобы их не посадили. Это уже полонение, я так и буду правильно назвать, это полонение кремлевского режима на сегодняшний день. Все вы нацгвардейцы, полиция и все, кто считает себя службой, считает себя, что вы украинское войско, чтобы вы просто знали, вы полонені кремлевского управления на сегодняшний день. Есть отвертые ознаки зрады, есть отвертые ознаки выдания наших добровольцев и патріотов, таких, как вы, вояк, Москве, повное подпорядкувание Кремлю, уже даже не таемно домовлено, уже официально, поэтому вы просто полонені кремлевского режима. Если вам скажут полоненые брать таки и колоть своих, и вы начнете, то мы для этого есть уна, для этого есть упа, который даст вам высечу, что вы просто понимаете. И, поверьте мне, нам никто грошей не платил, и мы практически индейцы на своей земле, так что будем снимать скальпы, и это не жар, потому что зрадников и кацапских всяких тут варварских выходов мы терпите не будем, уже до сих, поэтому мы все свидетельствуем в войне, мы знаем, что такое оружие, тяжелое оружие, легкое оружие, руководство, БТР, танки, это не проблема для того, чтобы нам повторить, и поверьте мне, и летать так же наши хлопцы сможут, как и все те, которых намагаются наймать и використовывать в целях прокремлевских всяких там моментов в галузе. Дивіться, кровопролитие, это я уже вам даю ответ, если будут формировать против украинского народа и общества под руководством государственного аппарата прокремлевского, то мы будем давать будем убить и я считаю, что за нами будет победа, так как мы на Майдане победили, и тут мы их победимем. Это Януковича система, это система Путяна, это система Кремля, генерал Украинской армии, партия регионов, спецпризначенцы, Россия, сепаратисты, все амбройскіни, голубани, все отверто плюючи на украинские суспільства находятся на посадах, такие собі типа нацдружины, как их назвать, там каких-то кацепоанальных корпусов, которые выдают себя за каких-то патріотов и партий, они все в повном подпорядкувании этого кремлевского аппарата. А знака и довод, и обгрунтованность это когда ловят сепаратистов, такого бразильца, они славяне себе корчат, ловлять бразильца, ведут его, пальцем не чипают, или тапаза какой-то национальности непонятно. Они этих чучмеков берут и лилеют, кричат, играют какую-то роль, но царапинки нема на их теле, и они проводят через такую процедуру коридорную, что они на сегодняшний день на воле, и их нема, а в одной я просто сказал, что Белецкий есть прихвостинь Авакова, и он их востин. Так оно есть. Что я сказал? Я просто сказал правду, получил за правду. А что делал бразилец, которого они пальцем не трогали? Да что там такое? Просто убивал Укрив и все. Просто убивал. А что делал Тапас, которого пальцем не трогать? Они кричали, в капюшонках своих проводили. Типа там нацкадз дружины, как их там называют? Ганебный прокремлевский свой театр был. Они так же пальцем не зачепили. И тому это свидетельство того, что у людей в приоритете больше как бы подлезать комусь залом. А это собача тема совсем не украинская. Тому на сегодняшний день поверьте мне, кадиревский сценарий, я как я сказал, саме кадиревский сценарий, он будет складаться и анализоваться и подбирать старый беркут, бандеревцев, которых бьют торнадовцев сегодня, которые так же заявляют, что это шавки Авакова, и все это театр разыгранный перед украинским суспільством, ганебный, и что это только они начали это заявляти торнадов, они сразу были раскиданы, их кричали, били, ногами топтали, кричали бандеревцы, прямо в тюрьму туда зашли, а кто это у нас? Аваков, Луценко, Порошенко, ось чьи-то дети народжені, типа педагиды национализмом и тому поддельное. Там фашисты, коммунисты, это их проблемы, что они там. Но факт фактом, это поддельное кадиревский сценарий, который пытается навязать Путин, перелапачивает, перекручивает, покупает себе аналитично зрадников для того, чтобы как Кадирев из Чечни сделать Россию, понимаете, которая может вдягать футболки всем народом с Путином и идти и кричать Путин. Это кадиревский сценарий и я в полной чемусь пред Богом впевненности могу сказать, что на Украине это их конец. На Украине этот сценарий не пройдет. Тут есть Киевская Русь, это святое место, это Украина. Это сила, мощь, мозг всей земной кули. Поэтому на сегодняшний день мы ждем их, мы видим их планы, которые они пытаются навязать. И мы готовимся, готовимся. А то, что я скажу один, для некоторых людей, что там пишут, а вот я же хотел там баллотоваться или еще куда-то идти. Это троли звичайные, боти, люди, которые на сегодняшний день получили, кстати, я вам хочу сказать еще, чтобы вы понимали, есть люди, которые получали квартиры, которые получали преференции, земли от Порошенко, целовали ему руки, вязали ему дубу, получали еще больше за это. И они так же сидят в соцмережах, чтобы вы понимали, эти люди, им ганебно, ганебно идти против украинского общества, потому что украинское общество их просто стирает в понос, понимаете? А тем более, если они сейчас начнут сказать нам за Порошенко и еще что-то. Но я вижу и чувствую, как Порошенко, Луценко, те, которые саджали их на эти преференции, берут такие бота, знаете, кнут. И бьют их, и гонят, как рабов на поле працювать в Facebook. Давайте, получил, блин, хату. Давай, чего ты мовчишь? Я что, поганый Порошенко? Я что, поганый Луценко? Чи я поганый Аваков? Давай, пиши! Давай! И все, он уже пишет. Ну, знаете, Порошенко не такой, что поганый, я что-то не могу понять, нормальный президент, уже начинается, я уже чувствую, как они начинают появляться, их там в спину, ногой просто штовхают. Поэтому, не обратите на них внимание, они, 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 это их доля арабская, наша доля и другая. Поэтому, ОЦВК, сейчас начнем. ОЦВК, Окупация ЦВК, вы сами соби понимаете, что это ланцюг ОПГ, где ЦВК, СМИ, судовая система, полностью, взагалом, они вместе, поэтому, если вы взяли ЦВК, вы решили вопрос, СМИ не дадут ту информацию, которую вы уже преподносите, потому что СМИ есть против, то есть нужно выбрать СМИ, если СМИ, и пошло, поехало, это полностью аппарат Кремля, который руководит здесь, и для этого мы готовимся, по-перше не до ЦВК, не до просто ЗМИ какой-то вежи или еще что-то, а взагалом аппарат Коктель это полный саботаж выполнения преступлений из-за гидных и честных правоохранных органов, которые понимают ситуацию и могут использовать ее на лад и на користь украинского народа, а решти негайной Украинской народной армии олигархату, затримания их, повернение Михаила Саакашвили в Украину, повное следствие публичное прозоро всех доходов и все взагалом, звездки люди брали ци гроши, повное повернение всех апшоров и всех их отелей, мы знаем много, сколько в них за кордоном бизнесов, они вообще не имеют права как посадовцы и действия мать за кордоном это по их КГБшному неправильно, но это все должно быть негайно прекратить этот беспредел их преступления и мы должны их поделать, а именно только у нас есть механизм, все, кто слышит, все, кто думает на цьм, он не может не понять обычный механизм Конгресс Украинская Народная Армия единый кандидат от народа Иван Бубенчик, поэтому давайте гуртовать давайте один одному допомогать и вперед друзья, мы обязательно победимы знаете почему, потому что Бог и Украина, это самое главное , спасибо Продолжение следует...